У меня есть неоплаченные долги. Приставы собрались арестовывать имущество. Как происходит эта процедура? В общих чертах процедура ареста судебными приставами происходит следующим образом. При аресте в качестве обеспечительной меры, когда еще не принят судебный акт, судебный пристав может произвести арест и оставить это имущество на хранении у должника, у кредитора, то есть взыскателя, у родственника, у иных лиц, если это идет речь о движимом имуществе. 86-я статья закона об исполнительном производстве в отношении недвижимого имущества устанавливает ограничения. Здесь передача на ответ хранения допускается только либо должнику, либо родственнику должника, либо лицу, с которым заключен договор Федеральной службы судебных приставов. Передача недвижимого имущества взыскателю и третьим лицам на усмотрение судебного пристава или каким-то иным образом не допускается. Такое правило действует только в отношении недвижимости. Движимое имущество может передаваться кому угодно. В случае, если арест имущества производится после того, как судебный акт уже имеется, в рамках взыскания судебный пристав производит оценку данного имущества и передает на реализацию. Если у нас стоимость имущества не превышает 30 тысяч рублей, судебный пристав может допустить самореализацию должником данного имущества. В случае, если стоимость имущества превышает 30 тысяч рублей, а реализация будет осуществлена после того, как пристав оценит это имущество с помощью специализированной организации, примет результаты оценки и передаст на принудительную реализацию специализированной организации.